Диагноз 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 Второй встречается чаще Чем раньше начнется лечение Тем вероятнее удастся избежать осложнений Поэтому очень важно Внимательно следить за своим самочувствием Сухость во рту Слабость, недомогание Разбитость, сонливость Кожный зуд Учищенное моч успускание Особенно в ночное время Ну вот это все характерно Для того Что повышается уровень сахара в крови Ну то есть первые такие вот Звоночки о том Что может быть сахарная терапия Но следить самостоятельно за состоянием своего здоровья мало. Объективно оценить картину могут только специалисты. Вовремя пройти диспансеризацию после 30 лет. Как правило, сахар в крови, сахар определяется в моче, это небольшая проблема. Можно обратиться в поликлинику. Даже если нет симптомов, потому что есть такие пациенты, которые приходят к нам с высоким сахаром, а симптомов у них еще пока, которые я назвала, и нет. А Наталья Теплова теперь сама почти что специалист по борьбе с сахарным диабетом. Внимательно слушает докторов, регулярно принимает лекарства и контролирует уровень сахара. И, конечно, старается больше гулять. Ведь прогулки на свежем воздухе помогают не только бороться с болезнью, но и значительно улучшают настроение.